Елена Варильевна закончила... Елена Варильевна получила вторую специальность уже в сфере профессиональной коммуникации переводчика. Закончила Московскую школу управления Сколково по программе обучения Золотого резерва Госкорпорации Росатом и программу обучения Сколково Росатом Глобал Линдас. И сейчас она, как я уже объявила, работает руководителем проекта по продвижению товаров, работ, услуг по выводу с эксплуатацией на приоритетной рынке еще. Поэтому вам слово, Елена Варильевна. Спасибо большое. Можно следующий слайд? Сразу. Вопрос создания атомного оружия являлся вопросом выживания нашего государства. Должного внимания просто не могло уделяться вопросам заключительной стадии жизненного цикла объектов использования атомной энергии. Сейчас же мы с вами живем в совершенно другое время. Я бы хотела рассказать вам несколько слов о том, насколько много усилий Госкорпорация Росатом сейчас принимает для того, чтобы обеспечить ответственный подход к этой заключительной стадии и безопасное обращение с радиоактивными отходами и вывод из эксплуатации объектов. Мы условно должны эту деятельность поделить на два этапа. И государство согласилось с этим подходом, что те объекты использования атомной энергии и те радиоактивные отходы, которые были накоплены в советский период именно в связи с созданием военных программ или на периоде становления советской атомной промышленности, это ответственность государству. Те же объекты и отходы, которые образуются уже сейчас в ходе оперативной деятельности, это ответственность тех организаций, в результате деятельности которых эти отходы образуются. И в связи с этим используются и различные механизмы финансирования, и различные подходы. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, то, что было создано раньше, мы называем объектами наследия. Объекты наследия нужно выводить из эксплуатации и нужно обращаться с радиоактивными отходами, которые накопились в тот период. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, в России была принята федеральная целевая программа, в рамках реализации которой были достигнуты существенные результаты. Вы видите их на слайде, выведены из эксплуатации 53 ядерных радиационно-опасных объекта, реабилитировано более 2 миллионов квадратных метров территории. Следующий слайд, пожалуйста. Основные объекты, я приведу только несколько примеров. Это озеро Карачай, которое находится на производственном объединении «Маяк». Как раз именно на «Маяке» создавалось советское атомное оружие, и как раз этот объект был объектом наследия, возникшим в результате этой деятельности. Сейчас в результате реализации эксплуатации первой программы этот объект полностью законсервирован, засыпан. Вы видите финальное состояние на правой фотографии. Следующий слайд, пожалуйста. То же самое. Была обеспечена безопасность Теченского каскада водоемов и предотвращена выход радиоактивности в открытую экосистему. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде вы видите такой объект, как двухцелевой реактор, который использовался в том числе для наработки плутония в оружейных целях. Этот реактор был остановлен, и в дальнейшем был осуществлен его вывод из эксплуатации путем захоронения на месте. То есть вся активная зона была удалена, а графитовая кладка, которая была активирована, в отношении нее был проведен комплекс мероприятий, обосновывающих безопасное захоронение на месте, и разработан целый ряд уникальных технологий, барьерных технологий, которые позволили этот объект надежным образом изолировать от окружающей среды. И сейчас он в безопасном состоянии находится в состоянии выведения из эксплуатации. Следующий слайд, пожалуйста. В рамках реализации федеральной целевой программы было выведено из эксплуатации несколько объектов, которые находятся на самом деле в центре Москвы. То есть в тот момент, когда создавалась, развивалась российская атомная наука, территория Бурчатовского института, территория в НИИНЭМ находилась за пределами центра Москвы, за пределами жилой застройки, а сейчас это эти объекты в центре города. И на территории этих объектов были выведены из эксплуатации два исследовательских реактора, была выведена из эксплуатации плутониевая лаборатория, которая была запрязнена альфалуклитами. И все эти объекты сейчас в полностью безопасном состоянии находятся, уже не представляют никакой угрозы. Следующий слайд, пожалуйста. Отдельным элементом завершающей стадии ядерно-тукрованного цикла является обращение с радиоактивными отходами. И здесь также до определенного периода времени, до 2011 года, не было системного подхода к этому вопросу, не было четкого правового регулирования, четкого механизма финансирования, четкого распределения ответственности. Очень многое было сделано за последние годы. В частности, как я уже говорила, все радиоактивные отходы разделены на две большие группы. Это радиоактивные отходы наследия, за которые взяла ответственность государство, и операционные радиоактивные отходы, за которые отвечает оператор. Следующий слайд, пожалуйста. Что важно отметить, что крайне важно для обращения с радиоактивными отходами, в Российской Федерации был утвержден на законодательном уровне принцип, что все радиоактивные отходы подлежат захоронению. Они не могут храниться бесконечно у организаций. Для того, чтобы окончательно их захоронить, необходимо было сформулировать критерии приемлемости, то есть в каком виде отходы подлежат захоронению. И это очень важно, крайне важно. Немногие страны прошли уже этот период, и если этот этап не пройден, то не могут к отходам применяться технологии их переработки и кондиционирования, потому что неизвестно, к какому конкретному финальному состоянию они должны быть приведены. И, соответственно, отходы хранятся в том виде, в каком они есть, а наука, производство, они не могут развиваться, потому что они не знают, какие решения технологические принимать, какие будут конечные требования к радиоактивному отходу. В России этот этап пройден, утверждены критерии приемлемости, утвержден финансовый механизм обращения с РАО, то есть принцип загрязнитель платят все организации, в результате деятельности которых образуются радиоактивные отходы, планируют объемы этих отходов и осуществляют определенные отчисления или иные финансовые инструменты для финансирования будущего обращения с этими отходами, с тем, чтобы не перекладывать эту ответственность на будущие поколения. Я попрошу перейти, наверное, на 14-й слайд, там же Ликвистер уже вкратце коснулась. Это усилия, которые в Российской Федерации предприняты для выбора пункта окончательной изоляции радиоактивных отходов, и в настоящий момент осуществляется сооружение подземной лаборатории, которая должна исследовать геологические породы и окончательно определить приемлемость этого места для окончательной изоляции радиоактивных отходов. Я тоже хочу сказать, что Россия в этой области продвинулась гораздо дальше других стран. У нас выбран пункт окончательной изоляции радиоактивных отходов, что тоже является очень важным как раз для того, чтобы определить критерии приемлемости, определить те породы, в которых будут захораниваться РАО. И есть четкий план действий, по которому мы будем двигаться в этом направлении, и уже многое сделано. Дальше 16-й слайд, пожалуйста. Или даже, наверное, 16-й. Здесь Алла Игоревна уже говорила о деятельности концерна «Росэнергатом». Здесь мы должны перейти от разговора об объектах наследия, о том, как государство обращается с теми объектами и отходами, которые возникли в предыдущие периоды. Здесь я расскажу немножко в двух словах о том, что делают в настоящее время операторы, и главным образом концерн «Росэнергатом», который отвечает за выводы с эксплуатацией атомных станций, которыми они оперируют. Следующий слайд, пожалуйста. То есть если в 2016 году в Российской Федерации было два энергоблока в состоянии окончательного останова и два энергоблока в состоянии вывода из эксплуатации, то в 2018 году это будет уже 13 остановленных энергоблоков и четыре энергоблока в стадии вывода из эксплуатации. То есть Российская Федерация входит в тот период, когда в нашей стране должна будет осуществляться достаточно системная и широкомасштабная деятельность по выводу из эксплуатации атомных станций. 19 слайд. Поставьте, пожалуйста. Здесь нужно остановиться на том, что гипотетически существует три концепции вывода объекта из эксплуатации. Это немедленно демонтаж. Вот он под вторым номером показан, когда непосредственно после остановки реактора происходит работа по его выводу из эксплуатации. Сохранение под наблюдением – это первая опция. Когда блок консервируется и некоторое время, достаточно длительное, порядка 50 лет, находится под наблюдением, в результате чего западает радиоактивность, и только после этого начинаются работы по разборке блока. И есть вот такой еще третий способ, как захоронение на месте. Следующий слайд, пожалуйста. Росэнергоатом в соответствии с принятым законодательством в отношении каждого своего блока разрабатывает программу вывода из эксплуатации в отношении тех блоков, в которых приближается срок вывода из эксплуатации в настоящее время. Концернам принят в качестве базового концепция немедленного демонтажа. То есть было обосновано, что это более экономически эффективный и наиболее безопасный способ обращения с объектами на стадии вывода из эксплуатации. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь показано, что многие работы, хотя в России нет ни одного энергоблока, который уже выведен из эксплуатации, ни одной атомной станции, но здесь показано, что в отношении тех блоков, которые остановлены, уже многие стадии работ фактически выполнены, и монтаж оборудования, дезактивация оборудования и помещений проводятся, проводятся комплексные инженерно-радиационные обследования. В общем, нельзя сказать, что нет накопленного опыта и нет достигнутых результатов этой области. Пожалуйста, слайд 23. Финансирование работ по выводу из эксплуатации, по текущему выводу из эксплуатации, осуществляется концерном за счет отчислений и из выручки от реализации электроэнергии. Также здесь показано, что ряд материалов проходит дезактивацию и возвращается, обходясь на обороты. Это главным образом металл, что тоже является дополнительным источником финансирования работ. Ну и последний слайд с выводами. Еще раз хочу подчеркнуть, что... 25 слайд, будьте добры, пожалуйста. Еще раз хочу подчеркнуть, что эта деятельность системным образом ведется в госкорпорации РосА. Там очень многое уже достигнуто. И РосА там рассматривает эту деятельность как приоритетную, в том числе планирует те референции и передовые разработки, которые достигаются внутри России, предлагать мировому сообществу для использования в других странах. Спасибо. Спасибо за очень интересный доклад. Но мне бы хотелось бы, наверное, спросить, как по вашему мнению представленная вами концепция полноценного комплексного вывода из эксплуатации ядерных энергетических установок может быть использована для диалога с общественностью, как пример ответственного подхода атомной отрасли? Ну, конечно, на мой взгляд, это действительно является одним из примеров, потому что в данном случае госкорпорация РосА там занимается теми объектами, которые были сооружены, и не бросает их, не перекладывает эту ответственность на будущее поколение, создает финансовый инструмент, обращается с радиоактивными отходами, и, в общем-то, разъяснение вот всех тех усилий, которые предпринимаются на этой почве, на мой взгляд, как раз свидетельствуют, должны быть, как мне кажется, позитивно восприниматься общественностью и могут быть содержанием диалога с общественностью по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.